МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Называется улица Баумана. Здесь нет никакого транспорта, за исключением вот этой кареты. Но она, к сожалению, совсем не адаптирована для инвалидов. Тяга к путешествиям растет пропорционально возрасту. Оказывается, в мире столько всего, столько интересного. Экзотическая Юго-Восточная Азия развивает доступную среду. Приезжая к нам в гости, добро поздравить Камбожию. Федеральное агентство по туризму. На что сегодня делается главный акцент? Вырастет ли в ближайшее время число людей с инвалидностью, путешествующих по нашей стране? Смотрите прямо сейчас. Сегодня у нас в студии Олег Петрович Сафонов, руководитель федерального агентства по туризму Министерства культуры Российской Федерации. Здравствуйте, Олег Петрович. Здравствуйте. Сафонов Олег Петрович. Родился в городе Целенограде. Учился в Москве. В 1991 году с отличием окончил Государственную финансовую академию. После окончания учебы работал в различных российских банках. Был президентом фондовой биржи Российская торговая система, РТС, с сообщениями об индексе которой начинаются все финансовые сводки. Затем работал заместителем генерального директора по экономике и финансам Уралвагонзавода. Финансовым директором Центра наукоемких технологий. Кандидат экономических наук, владеет иностранными языками. Олег Петрович, расскажите, пожалуйста, что ваше федеральное агентство делает для развития туризма для инвалидов? Если мы говорим о доле инвалидов, которые путешествуют за рубежом, то это 8% туристических потоков в мире. Если же мы говорим о Европе, то 11% путешествующих – это инвалиды. К сожалению, таким количеством инвалидов, путешествующих по нашей стране, мы похвастаться не можем. Но мы, федеральное агентство по туризму, мы считаем, что нужно приложить серьезные усилия для того, чтобы, конечно же, наши граждане, люди, ставшие инвалидами, по тем или иным причинам, чтобы они могли путешествовать по нашей стране. Буквально на днях зарегистрирован туроператор. Этот туроператор создан инвалидами и создан для того, чтобы инвалиды могли комфортно, достойно путешествовать по нашей стране. Мне кажется, это очень важно. Мы, федеральное агентство, помогали регистрировать данного туроператора и в дальнейшем, конечно же, будем оказывать всю необходимую помощь для того, чтобы этот туроператор эффективно и успешно работал. Но, конечно, соглашусь с вами, наверное, вот у вас в глазах такой немой упрек, что один туроператор – это очень мало для нашей огромной страны. Соглашусь абсолютно с этим утверждением. И более того, будем надеяться, что и энтузиасты, люди, которые хотели бы работать с инвалидом, они будут обращаться к нам в федеральное агентство. Мы готовы оказать любую помощь и поддержку с тем, чтобы количество туроператоров, ориентированных на путешествия, отдых инвалидов в нашей стране, увеличивалось. Не получится, как вот у нас в прошлом году, когда лопались крупные туроператоры, а здесь все-таки дело касается инвалидов. Если инвалиды там где-нибудь застрянут в аэропортах, это будет совсем... Дело в том, что в прошлом году, к сожалению, действительно был ряд переостановок деятельности туроператорских компаний, которые в подавляющем большинстве, практически 100%, они занимались выездным туризмом. Компании, которые занимались внутренним туризмом, переостановки деятельности не происходило. Для доступного туризма нужен, прежде всего, доступный транспорт и городская среда доступная. Мне кажется, у нас, к сожалению, если мы говорим в общем, такой доступности пока нет. Хотя у нас есть отдельные города, и можно назвать, как пример, Сочи, в рамках подготовки и к Олимпийским играм, и к Паралимпийским играм. Казань, я слышал неправду. Казань, Уфа, Москва, естественно. Эта работа активно идет в Санкт-Петербурге. Но инвалиды живут не только в этих нами перечисленных с вами городах. Инвалиды живут везде, и в городах, и в сельской местности. Конечно же, нам нужно понимать, что доступная среда, она должна быть везде. Насколько сложно или легко для человека с ограниченными возможностями оказаться в любой точке земного шара, и не в воображении, а в реальной жизни, мы узнали, побывав на туристической выставке. Весь мир на территории выставочного комплекса. Здесь все страны и континенты. Но начнем путешествие с России. Сегодня многие обратили свое внимание именно на внутренний туризм. Если говорить об уровне сервиса и о доступной среде, то лидером среди российских курортов является, конечно же, Сочи. В постройке олимпийских объектов предъявлялись самые жесткие требования. Каждый отель должен быть оборудован приспособлениями для маломобильных граждан – пандусами, лифтами, подъемниками, расширенными дверными проемами. Надписи дублируются шрифтом Брайля. Для слабослышащих есть указатели. Сегодня можно сказать, что город Сочи готов к приему наших туристов с особыми потребностями. А вот другим регионам еще предстоит пройти большой путь к формированию доступной среды. Специалисты, которые занимаются организацией санаторно-курортного лечения, считают, что надо сохранять и реконструировать, приспосабливая к требованиям современности, санатории, дома отдыха и пансионаты с традициями, имеющие в своем багаже не один десяток лет работы с инвалидами. У нас есть специальные санаторно-курортные комплексы, которые обслуживают маломобильных граждан. В первую очередь это санаторий в городе Пятигорске, который был создан еще в советское время как санаторий для лечения спинальных больных колясочников. И в настоящее время он функционирует именно в таком виде. Мы его сохранили. С каждым годом становится все более популярным медицинский туризм. Многие отправляются в дорогу специально за тем, чтобы поправить здоровье. На туристическом рынке появились компании, которые помогают грамотно организовать такое путешествие и предложить варианты решения медицинских проблем. Мы оказываем информационное сообщение и логистику. То есть мы помогаем на сегодняшний день найти пациенту нужную больницу, нужного врача. И в соответствии с его доходами не все сегодня могут позволить себе ехать в Израиль, в Германию, в Америку. Мы можем дать ему решение рядом, он просто не знает об этом решении. Мы можем того же самого врача привезти к нему сюда. Компании, занимающейся организацией медицинского туризма, составляют индивидуальную программу, подбирают специалиста, оказывают помощь в оформлении документов, помогают сделать все необходимое в сжатые сроки и не тратя лишних средств. Медицинский центр, которым руководит Марк Берг, заключил договор с российскими партнерами. И теперь специалисты из Израиля будут работать и в клиниках Москвы. Иностранные туристы, инвалиды, нашу страну, как вы считаете, посещают? Вы говорите, по Европе очень много они путешествуют. Очень много путешествуют. А в Россию они заезжают? Они заезжают. И, собственно, этот пример я приводил. Но если мы говорим о Паралимпиаде, очевидно же, спортсмены приезжали, и туристы приезжали. Но, к сожалению, это такие небольшие примеры, которые показывают, что да, туристы приезжают, но не в массовом количестве. Не в массовом. И нам, конечно, это направление развития въездного туризма тоже нужно развивать. Это очень важно. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей приезжало. Скажите, а вот европейские города, какие бы вы поставили в пример по доступности? Мы изучали это направление работы наших коллег. Следует признать, что у них эта работа поставлена на высоком уровне. Если мы говорим о странах, то это, конечно же, Испания в первую очередь. Барселона, конечно. Да, в частности, Барселона. Ведь она тоже под Паралимпийские игры была так приспособлена. Это, конечно же, Германия. Причем, если мы говорим про Испанию, у них даже сделаны такие очень удобные возможности для людей, в том числе и на горнолыжные спуски подниматься, и даже спускаться. И разные сделанные возможности для такого лечебного питания, учитывая различного рода заболевания. Но, мне кажется, нам нужно изучать этот опыт. С целью его реализации у нас нужно, конечно же, знать. Такое есть понятие «лучшие мировые практики». Их нужно знать для того, чтобы учитывать у себя. Брюссель – живописный средневековый город и столица Бельгии с населением около 150 тысяч жителей, привлекает сотни тысяч туристов в год. Город интересен и средневековыми памятниками культуры и новейшими архитектурными сооружениями, и еще тем, что это один из самых мультикультурных городов Европы. Посетить Брюссель можно и путешественнику с инвалидностью, причем даже самостоятельно. Почти весь город может похвастаться лучшими европейскими стандартами доступной среды. Вы не найдете ресторан, магазин или общественное учреждение, в которое нельзя попасть на коляске. Автобусы и метро адаптированы для маломобильных групп пассажиров, а переходы оборудованы белой тактильной плиткой для слабовидящих и звуковым сигналом, который, кстати, сильно отличается от московского. Чтобы посетить все достопримечательности Брюсселя, а их в городе не сосчитать, удобно пользоваться автомобилем. С парковками здесь все строго. Самые удобные места зарезервированы для инвалидов, выделены яркой синей краской, и не заметить их просто невозможно. Сами достопримечательности, как правило, доступны. К примеру, величественный готический собор святых Михаила и Гудулы имеет шикарную лестницу, но сзади есть вход и для людей на колясках. Не все так радужно в самом старом квартале. Все-таки город строился, начиная с 8 века. Узкие мощеные улочки, углубления для водостоков, перепад высот и толпы туристов сильно затрудняют движение. Так что колясочникам здесь лучше появляться сопровождающими. К знаменитому фонтану с фигуркой писающего мальчика вообще подойти практически невозможно любому. Уж очень много желающих собирается вокруг него, чтобы посмотреть на статую 16 века. Кроме того, в древнем квартале нет звуковых сигналов и плитки на переходах, так что и слабовидящим тут будет непросто. Зато по вокзалам Брюсселя можно писать учебник по доступной среде. И купить билет, и провести время в ожидании, и сесть на поезд здесь не составит труда пассажирам с ограниченными возможностями. К тому же Брюссель – крупный транспортный узел, и попасть отсюда можно почти в любую точку Европы. Так что это отличный город для начала большого путешествия. Скажите, вот есть же требования к отелям, когда вот ему дают нумерацию звезд, да? Я слышал, что там 4 звезды получить нельзя, если нет приспособленного номера. Да. Я вот, например, был в командировке недавно в Нижнем Новгороде, и там гостиница 4 звезды, а приспособленного номера нет. Вы как-то... Это в вашем ведении вот это вот присвоение звезд? Смотрите. Дело в том, что обязательной сертификации гостиниц не существует у нас в стране. Дело в том, что обязательная сертификация, она проводилась при подготовке к проведению Олимпиады, Паралимпиады в городе Сочи, и существует обязательная сертификация при подготовке к проведению Чемпионата мира 2018 года в 11 городах. И получается у нас такая странная, в чем-то парадоксальная ситуация. В каких-то территориях, в каких-то регионах, ну или городах у нас обязательная сертификация, а вообще-то у нас обязательной сертификации по стране нет. Поэтому очень часто получается, что добровольно кто-то как-то сертифицирует, собственно, не очень понимая, как, какие эти звезды. И это, конечно, ситуация, которая требует, ну, некого, на мой взгляд, единого стандарта по всей стране. Потому что для туристов очень важно понимать, все-таки за что он платит, и какой уровень сервиса он получает. Ну и в частности, вот как вы правильно сказали, если по требованиям сертификации должны быть определенные услуги, а их не имеется, ну тогда уже понятно, что ваши права, как туриста, как путешественника, они нарушены. Потому что вы ожидали получить эти услуги, к сожалению, вы не получили. Ну, вопрос обязательной сертификации, он непростой, потому что, с одной стороны, он требует, конечно же, определенных затрат для бизнеса, но с точки зрения построения высококачественного рынка оказания услуг туристам, ну, наверное, имеет смысл подумать о том, чтобы сделать ее обязательно по всей стране. Круизный отдых – это для настоящих романтиков. Море движения, каждый час новый пейзаж, каждый день новые города. С одной стороны, круизы для тех, кто любит приключения, с другой – для любителей максимального комфорта. Круизы – это уникальный вид отдыха, который позволяет за достаточно короткий период посмотреть как можно больше. И он очень подходит как раз для людей с ограниченными возможностями. Каюта оборудована для колясочников, соответственно, оборудована полностью въезд-выезд с лайнера, лифты оборудованы, то есть персонал специально подготовлен, в каютах специальными шрифтами написано для тех, кому это нужно. Для того, чтобы инвалид был обеспечен специальной каютой, надо при оформлении заказа указать специфику заболевания. И что немаловажно, за такую каюту доплачивать пассажиру отдельно не придется. А для тех, кто любит самые экзотические маршруты, сегодня открыла свои двери Юго-Восточная Азия. Путешественникам, чтобы попасть в Мьян, Мулаос, Вьетнам или Камбоджу, надо преодолеть не одну тысячу километров. Сегодня авиакомпании соревнуются друг с другом в качестве сервиса. Безусловно, у нас предусмотрен целый ряд сервисов для людей, которые вынуждены путешествовать на коляске. Мы предоставляем внутри салона либо нашу собственную коляску, так называемый «скайчер», благодаря которому этот пассажир может свободно перемещаться внутри салона. Также он будет помогать. Соответственно, мы забронируем для данного пассажира специальное место, куда ему будет удобно пересесть с коляски с поднимающимся подлокотником. Если вы бронируете авиабилеты по интернету, обязательно указывайте заранее свои потребности. Не забывайте при заказе отметить номер брони и свое имя. Большинство авиакомпаний такую услугу оказывают бесплатно. Современный мир уже не кажется нам огромным и недоступным. Мы можем попасть в любую, самую фантастическую точку земного шара и увидеть собственными глазами сокровища Агры или волшебные храмы Анкора, наследие древней цивилизации кхмеров. Мы очень заинтересованы, чтобы в нашу страну приезжали русские туристы. Для людей с особенностями здоровья мы предлагаем традиционную медицину. Все знают, что в Азии популярны такие виды, как рефлексотерапия и глоукалывание. У нас существуют древние традиции массажа, секреты которых передаются из поколения в поколение. Туристы, побывавшие в странах Юго-Восточной Азии, в частности в Камбодже, отмечают необыкновенную приветливость и заботу местного населения, желание всегда прийти на помощь. В каждом отеле, даже если отель построен таким образом, что там нету каких-то пандусов для колясочников или чего-то в этом роде, всегда есть помощники, которые будут обеспечивать прием, заботу и любую помощь, которая таким людям потребуется. Приезжай к нам в гости, добро позоверить Камбоджу. Камбоджу. Еще вот такая проблема, с ней приходилось разбираться, особенно часто она возникала в аэропортах. Ну вот если человек тяжелой группой инвалидности, допустим, колясочник, ну вот он хочет один путешествовать. А бывали случаи, когда человека, допустим, не сажали в самолет, потому что у него нет сопровождающего. Человека как бы ограничивают в его правах. В его правах, согласен. Он хочет путешествовать один, допустим. Согласен. В данном случае не должно быть ограничения в правах. Никаких человек вправе принимать, взрослый человек, и осуществлять те действия, которые он считает необходимы. Более того, давайте вспомним, что до прошлого года, до 13-го, вернее, года, уже не прошлого, было требование для инвалидов иметь справку о состоянии здоровья при перемещении, например, авиационным транспортом. Сейчас эти требования сняты, наконец-то. Поэтому действительно какие-то странные были иногда какие-то требования и подходы. Ну, в общем, можно сказать, что... Перестраховщики такие. Ну, перестраховщики, да. Но сейчас мы избавляемся в таком спокойном режиме от всех этих требований. Уже их нет. Поэтому путешествовать могут люди, не имея на руках никаких совершенно справок, абсолютно свободно. К сожалению, у нас значительное количество наших граждан является инвалидами. Хотелось бы, чтобы они путешествовали, чтобы они не были оторваны от жизни нашей страны, жили полноценной жизнью, в том числе и путешествуя по нашей огромной стране. Конечно. Столицу Татарстана Казань называют еще и третьей столицей России. Она имеет длинную и насыщенную историю. В 2005 году город отпраздновал свое тысячелетие. Казань привлекает множество туристов не только из-за достопримечательностей, но и потому, что в этом городе комфортно всем путешественникам, независимо от физических особенностей. Татарстан был пилотным регионом по созданию безбарьерной среды, так что сейчас в Казани доступны и общественные учреждения, и культурные центры, а добираться до них удобно при помощи общественного транспорта. Большинство станций метро приспособлено для слабовидящих и маломобильных пассажиров. Центральные улицы города оборудованы светофорами со звуковым сигналом и тактильной плиткой. Главная пешеходная улица Казани называется улица Баумана. Здесь нет никакого транспорта, за исключением вот этой кареты, но она, к сожалению, совсем не адаптирована для инвалидов. Территория Кремля, где встретились христианская и мусульманская культуры, доступна для посещения на колясках, в чем убедилась наша съемочная группа. Попасть здесь можно и в православные храмы, и в прекрасную мечеть Кулшериф, жемчужин у Казани и ее символ. Еще один символ города – это ЗАГС, выполненный в форме Казана. Причем он адаптирован полностью для людей с инвалидностью, а значит, что зарегистрироваться в потрясающей торжественной обстановке здесь может абсолютно каждый. Кстати, это еще один повод приехать в Казань. Здесь по предварительной записи можно зарегистрировать брак и жителям других городов. Ну а если просто хочется посмотреть город, то на крыше дворца находится смотровая площадка с захватывающим видом. Ну, скажите нашим телезрителям, успокойте их, в этом году не будет таких вот проблем с туроператорами, которые все-таки на внешний рынок работают? Думаю, что не будет. Но с другой стороны, давать гарантию стопроцентную, что вот абсолютно не будет, ну мы понимаем с вами, это невозможно. Тогда скажите так, как правильно подходить к выбору туроператора? Вот все-таки, как не ошибиться, вот ваш совет, как выбирать правильный туроператор? Ну, вы знаете, у нас эти все советы, они размещены на нашем сайте, у нас есть сайт rosturism.ru, есть в нем раздел «Красным отмечено» «Важное», да, массу советов мы озвучили неоднократно, ну и, собственно, многие вещи уже и законодательно определены, в частности, мы сталкивались в массовом порядке, в таком, что людям, вылежащим, в том числе за рубеж, не выдавались обратные билеты. Теперь они, естественно, выдаются. Должны быть подтверждения оплаты. Да, все-таки, я думаю, что, конечно же, важный момент работать и обращать внимание на туроператоров, которые имеют достаточно большой опыт работы, имеют хорошую репутацию и позицию на рынке. И, наверное, не клевать на явно за заниженную цену. Да, очень важно. Мы об этом говорили неоднократно. Демпинг, низкие цены или уровень цен абсолютно заниженный по сравнению со средней рыночной ценой говорит о том, что тут все не так чисто. Мы помним все басню известного нашего баснописца, да, о том, что где может быть бесплатный сыр. Вот комплекс этих моментов нужно учитывать. И я бы все-таки порекомендовал почитать наши рекомендации на сайте Ростуризма. Мы тоже настоятельно рекомендуем особенно инвалидам почитать эти правила, потому что... Ну, всем это важно, конечно, в том числе инвалидам обязательно, да. Спасибо огромное. Я напоминаю, что у нас в гостях был Олег Петрович Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму Министерства культуры Российской Федерации. А мы продолжаем нашу программу. Несебр, один из древнейших городов Европы с населением 10 тысяч жителей, расположился на крохотном скалистом полуострове шириной всего 300 и длиной 850 метров. Буквально каждая его улочка хранит следы исторических событий. Греческая колония возникла здесь еще в пятом веке до нашей эры. Разваленный терм свидетельство римского владычества. После падения империи Несебр вошел в состав Византии. Сохранились стены базилики Святой Софии 6 века собора 10 столетия. Храм Святого Стефана этой эпохи даже открыт для посетителей. Пока что древняя постройка не приспособлена для людей с инвалидностью, но адаптация включена в планы реконструкции исторического памятника. В период Османского иго, Несебр как и многие болгарские города подвергся разрушениям и разорению. Ключевую роль в его освобождении в 1829 году сыграли русские войска. Посетить храм Святой Богородицы человеку на коляске намного удобнее. Ко входу ведет пологий пандус. В этой церкви хранятся особо почитаемые верующими иконы и христианские реликвии. Конечно, передвигаться на коляске по мощенным древним булыжникам узким улочкам порой нелегко. Но яркие впечатления и пережитые эмоции стоят потраченных усилий. Несебр включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Продолжается его реконструкция и приспособление для туристов с ограниченными возможностями. Так недавно здесь появился рельефный макет для незрячих людей со всеми историческими объектами города. В созданию удобств в ресторанах и сувенирных лавках заинтересованы сами торговцы. А доброжелательность и гостеприимство всегда были свойственны болгарскому народу. Кто запретит пенсионерам быть мобильными, путешествовать и познавать мир во всем его многообразии? Это раньше считалось, что охота к перемене мест дело молодых ирьяных. А сейчас все больше людей серебряного возраста открывает для себя новые города. Для таких любителей путешествий был создан туристический клуб благотворительного фонда связь поколений. Нам хочется, чтобы они радовались, у них не хватает общения, чтобы это было не просто путешествие, это был клуб. Путешествовать, особенно возрастным туристам, интереснее в хорошей компании. Поэтому в клубе стараются не просто подобрать группу по возрасту, но и узнать интересы своих попутчиков. В группе всегда предусмотрен сопровождающий. Это представитель фонда. Он отвечает не только за здоровье людей, но и за атмосферу поездки. Я должна следить за тем, чтобы наши туристы не потерялись в незнакомой обстановке, чтобы они всегда видели меня и всегда рассчитывали, что в трудную секунду, в трудную минуту всегда есть кто-то, кому можно обратиться. Как говорят представители фонда, мы сами себе аниматоры, сами себе режиссеры и сами себе артисты. А путешественники серебряного возраста оказались самыми активными и легкими на подъем. Такую жажду жизни и новых впечатлений редко встретишь даже у молодежи. Мне 65 лет, а что оказывается в мире столько всего, столько интересного. И так хочется жить, и так хочется все увидеть. И на сегодня это все. С вами был Владимир Крупенников. Пишите нам, звоните. Адрес и телефон на экране. 115 184 Москва, улица Большая Татарская, дом 33, строение 1. Наш телефон 8 495 656 05 91. Электронный адрес фактор жизни собачка яндекс.ру Архив программы на сайте инва.тв и на сайте ТВ-Центра. Всего вам доброго. Увидимся ровно через неделю на канале ТВ-Центр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ТВ-Центр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ТВ-Центр. Редактор субтитров А.Егорова